Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витражи о вере в красках. Еще по состоянию на 25 ноября этот документ подписал 51 народный депутат. Это обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой предложить Венецианской комиссии на экспертизу законопроекта относительно запрета Украинской Православной Церкви. Причем целый ряд СМИ, которые участвуют в информационной кампании против Православной Церкви, достаточно прямо называют законопроект направленным против крупнейшей религиозной конфессии страны, Украинской Православной Церкви. А в самом обращении к Стефанчуку в частности говорится, что законопроект 8371 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций направлен исключительно на вмешательство во внутреннюю деятельность религиозных организаций и нарушение права людей на свободу вероисповедания, которое является фундаментальным и гарантируется государству. Само обращение буквально взорвало наши отечественные СМИ, которые быстренько стали публиковать списки подписавших обращения депутатов, рассказывая о том, какие же они не патриотичны и ведь не хотят шагать с другими в ногу. Некоторые заявления звучали как откровенные угрозы, которые, как мы видим, возымели определенное действие. Так, в частности, депутат от партии Европейская Солидарность Ирина Герасченко на своем фейсбуке отметила, что автор инициативы Андрей Матавиловец, он с самого начала не был сторонником выносить церковный законопроект в повестку дня, мотивируя это свободой совести и не вмешательством государства в дела церковные. И прошло совсем немного времени, как нардеп Матавиловец отрекся от данного заявления. Причем с очень странной формулировкой. Письмо нардепа опубликовала «Украинская правда». Там Андрей Матавиловец писал Стефанчуку. «В связи с тем, что моя задача – это формирование повестки дня сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, хочу и в дальнейшем оставаться беспристрастным и независимым в своих взглядах. Очень важно, чтобы на мою позицию не влияли никакие обращения. Отдельно подчеркиваю, что моя точка зрения остается неизменной. Я остаюсь агностиком». Именно поэтому он просит отозвать свою подпись под совместным заявлением депутатов. Кстати, сотрудники той же «Украинской правды» считают, что на нардепа повлияли резонанс и общественное давление. Как это не стремиться побыстрее запретить Украинскую православную церковь, а запрашивать мнение Венецианской комиссии, что позволит миру в очередной раз увидеть, что на самом деле происходит в Украине. Кстати, стоит отметить, что по словам Ирины Федорев, именно в ее заметке на Укрправде было опубликовано данное письмо, Мотовиловец не поставил свою подпись, когда их собирали за то, чтобы вынести правительственный законопроект на голосование. Это сейчас очень важная деталь для понимания его мышления и природы. Чтобы найти голоса, были приложены титанические усилия и позиции заместителя председателя фракции «Слуга народа», который посещает согласительные советы, была очень важной и маркерной для общества. Титанические усилия, чтобы продвинуть законопроект, направленные против УПЦ. Кстати, большая часть сторонников и лоббистов, противоречащего Конституции законопроекта, этого и не скрывает, несмотря на попытки некоторых экспертов ввести в заблуждение широкую общественность. Кстати, еще один нардеп из Европейской солидарности Владимир Ветрович считает, что показывать антицерковный законопроект Венецианской комиссии нельзя ни в коем случае. Он уверен, что вывод комиссии будет не в пользу того решения, которое пытаются продвинуть власти. И решение, как не показать законопроект Международной комиссии, по словам Ветровича, оно очень простое. Стефанчук не должен подписывать депутатское обращение. Перефразируя одну популярную рекламу 90-х, просто добавь диктатуры. Кстати, к такому решению склоняются некоторые эксперты, которые должны направлять умы украинцев, не желающих самостоятельно делать выводы, глядя на происходящее. Так политолог Олег Листы считает, что для Стефанчука наступает момент истины. Лучше не подписывать, тем более, что депутатов там не так и много. Но если он захочет поиграть в демократию, мол, все чинно, мы хотим разобраться в вопросе досконально, то это плохо. Конец цитаты. Так и запишем, игры в демократию, да-да, даже игры, это плохо, не говоря уже о важности Конституции, правах и свободах граждан, среди которых выделим важнейшее право на свободу вероисповедания. Но, как видим, все в лучших традициях фермы животных Джорджа Оруэлла. Все равны, но некоторые более равные, чем остальные. Зачем слушать депутатов, которые не шагают в ногу? Так и остальные наслушаются, правда, об этом антиконституционном законопроекте и не захотят голосовать во втором чтении, на которое так надеются богоборцы. И параллельно мы видим невероятную активизацию с рейдерскими захватами святынь, с нападками на Лавры, причем вслед за Киево-Печерско очень неспокойно уже даже в Пачаеве. Вот и пойми наших депутатов, которые понимают, что за закон они хотят продвинуть, потому и боятся его показать независимым экспертам, но все равно идут против церкви, стараясь ее запретить. Кстати, еще один слуга народа, Давид Арахамия, считает, что такая попытка убрать законопроект подальше от глаз венецианской комиссии может сыграть против евроинтеграционной политики страны. Учитывая сложность прохождения открытия переговорной процедуры с ЕС, надо иметь стопроцентную гарантию, что нам это не наденут на голову, как нарушение религиозных прав. Поэтому венецианка это нормальное решение. Такой комментарий Арахамия оставил под постом одного из бывших чиновников, который решил пристыдить защитников церкви. Хотя точнее, защитников законности. Ведь не стоит делать вид, что это нормально. Безусловно, нападки на церковь продолжатся. Однозначно, наша надежда не на венецианскую или любую другую земную комиссию, но на Бога, который всегда верен своим обещаниям. Но важно ведь нам наблюдать и за собой. Мы же видим, как легко, желая укрыться от таких нападок, отступить от веры. Но это ли путь настоящего православного христианина? Как промыслительно говорит управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Поканич, точно так же в свое время кричали самому Господу. Спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Вот и сейчас нас призывают сойти с креста. Призывают где угрозами, где уговорами, а где насмешками. Но суть одна. Прекратите стоять в истине. Примите наш соблазнительный мир. Перестаньте терпеть. Меж тем, духовная жизнь – это не спорт, где важна не победа, а участие. Здесь необходимо соблюсти верность до самого конца. Остерегайтесь сомнительных собраний, непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках. Субтитры создавал DimaTorzok